Пу-пу-пу, дисклеймер Привет, ядрит, сегодня мы с тобой продолжим проходить Эдну и Харви Меня тут бестит один момент Сейчас, слушай, я скажу какой О, слышишь звук, как будто скрип какой-то Как будто бы дверь закрывается И он, сука, настолько реалистичный у них получился, падла Что у меня такое ощущение, что я реально где-то здесь слышу Я несколько раз прерывал записи, чтобы проверить Слышал? Капец просто Так, а еще я забыл, как нам сюда пройти Обратно вернуться Блин, я реально забыл, как нам туда попасть-то В столовую вот здесь вот Я заблудился, прикинь Так, допустим Вот опять Так, дверь в столовую Нет, полотенце Ну давай послушаем, что она скажет про полотенце Да ну, они прикреплены к заднему плану Ну и дела Понятно Ты мне подскажи, куда идти вообще дальше Я заблудился Так это явно не то Забыл, как вернуться Этот значок надо Дрогельбехеру показать Так, а вот здесь мы еще не были Это у нас что? Опа Очень интересно, господин Поки А это взаимодействие пространственных объектов О котором вы говорили В нашем пространстве они тоже есть? Вы меня слушаете вообще? Даже мы, вот так как мы тут сидим, являемся ничем иным, как... Остановитесь на минуточку Да, я слушаю Вы что-то хотели? Подойдите ближе Здесь проходит сеанс групповой терапии для программистов компьютерных игр Без подписанного заявления вы не можете участвовать в терапии Где можно получить такой бланк? Сейчас Желаю удачи Заявления были выложены несколько месяцев назад За это время бланки, наверное, переместились вниз В могильник для бумаг Я все равно не собиралась принимать Тогда бы я попросила вас оставить нас в покое Но... И закройте за собой дверь Ладно, ладно Я случайно нажал Так, ну, допустим И кому она только нужна? Так я понял Групповая терапия для программистов компьютерных игр Сюда ходят совсем убитые Облагороженное изображение доктора Марсела Беликий толкователь Юнг Лучший величайший покровитель всех умников Так, нам надо найти, как туда попасть По-моему, по бельевому лифту Только где он там находится? Так, ну это выход Я помню Там мы больше не ходим Вот здесь у нас что? Так, здесь у нас подвал Да, я помню Там столовая И мы опять выйдем туда же Хорошо, это что? Так, это я помню Здесь мы почему-то пройти не можем Ни в одну, ни во вторую дверь вообще А здесь мы не можем обратно запрыгнуть Телепортируй меня, Скотти Вот-вот, мы туда зайти не можем Соответственно, как нам туда опять попасть? Это опять спалиться, что ли, надо? А почему, кстати, и нет? Давай проверим В натуре мы просто спалимся Нас туда опять закинут И все Ой Эй, тебе не разрешается бегать здесь просто так Так я это помню Меня здесь вообще нет Ты меня не видишь Все время один и тот же текст Мадемуазель Эдна Доктору не следовало так стараться Когда он стирал тебе память Ты все время приходишь с одними и теми же отговорками Что еще? У тебя специальное разрешение? Ты же просто в гости Или нет? Или подожди Ты новичок, правильно? Нет Мне это так надоело Тревога! Сбежал пациент! И притворяется охранником А какие есть варианты? Пациентка сбежала А где остальные? Халгера и Шизеля, нет? А разве не должен это знать? Я целый день сижу здесь Я даже не знаю, что там вообще происходит Но, видимо, с тех пор, как уехал доктор Вся лечебница на ушах стоит Это, ну, просто у меня еще ни разу не было беглецов Ну, ладно Я просто запру ее к остальным Пади, ничего страшного в этом нет Такое-то вот тоже... Так, ты посидишь здесь, пока не вернется доктор Такое-то вот такие же проблемы с башкой Он уже забыл, что он меня тут сюда ссувал Это я, пожалуй, испортила Так, ну хорошо, мы зато к нему добрались Такой вот скоростной лифт у нас есть Стоять! Я специальный агент полиции Вахтмейстер Эдна Робельбехер Конечно, я могу предъявить документы Робельбехер Конечно Можно мне к королю? Робельбехер Круто! Спасибо Конечно Так-так Мои дозорные сообщили мне, что ты прибудешь И о том, что появится новая власть на востоке кают компании Чтобы забрать мое королевство О чем ты говоришь? Ты умудрилась пройти мимо охраны, бедный, верный Дрогельбехер Я жажду твоей крови Что? Но, о ужас, моя рука слаба Не в силах она держать мой меч Я что, попала не в ту игру? Прежде чем ты разрушишь то, что построено поколениями Мой замок, мой трон и мою золотую медаль соревнований по сбору пазлов Тебе придется победить меня в умственном поединке Готова ли ты? Да, чего нет? Я готова Да будет так Застязание объявляется открытым Откуда? Наш обратного пути нет Все Или Ничего Победа Или поражение Слава Или позор Рыба Или наживка Ты отлично нагнетаешь атмосферу Сейчас Я задам тебе вопрос А ты Скажешь мне ответ Или Огибнешь Ну ладно, ладно Задавай вопрос Хорошо Вопрос Орел или решка? Это все Орел или решка? И это состязание за королевский трон Орел Или решка? Он же говорит, у него рука слабая, да? А в чем проблема мне взять вот эту швабру и переебать его? Ладно, давай сначала по его правилам сыграем Орел Решка Что ж Может быть получится в другой раз Достаточно Я хочу попробовать еще раз Да будет Так Орел Или решка? Орел Решка Что ж Может быть Доста А я туповат Я хочу попробовать Да будет Орел Орел Решка Что Да Не, 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 я не знаю Я хочу попробовать Орел Орел Решка Что ж Доста Так хорошо Если решка Орел 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 Что ж Может быть получится В другом Специально Говорит Орел Что хочет оно Я вижу Боль И печаль И Ух ты Ой, это еще что Я вижу обвинение в нарушении лицензионного права Что ты сейчас выбросишь Скоро Обнаружит Его труп О нет Бедняжка Что такое Вальтер Тогда Наконец Закончится Этот разговор Уже Совсем Скоро Хочешь Еще раз Попробовать Победить Меня Вальтер Я не помню Такую Знаю Вальтер Звинг А Вальтер Это кто Золотая медаль Настоящее Золото Ну конечно И не только Почему А что же еще Ну хорошо Только Настоящее Золото Больше Ничего Чего Ты ждешь Возвращаясь К твоему Дару Когда Наконец Закончится Этот разговор Уже Совсем Скоро Хочешь Еще раз Попробовать Так И почему Я всегда Проигрываю Не упрекай Себя Когда-то Я был Таким же Как ты Нет Чест Я был Самым Настоящим Неудачником Правда Однажды Вечером Я пошел Гулять По крыше Нашей Многоэтажки Была Гроза Я предусмотрительно Раскрыл Золот И надел На ноги Ведра И тут Мне бросился В глаза Громоотвод Который был Криво Установлен Я тут же Схватил его Чтобы Выпрямить Потом Я помню Только Яркую Вспышку Света Что именно Это было Я не могу Сказать Но с тех пор Я никогда Ни в чем Не проигрывал Так Ладно Я хочу Попрос еще Золотая медаль Отсюда Всего Хорошего Что-то Такое Себе Мне это Ничего Не дало Что мне Делать Теперь Грузный Хлопья Горчицы Кичу Ой 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 Дай На чем Нитер Делать Так Пошли Так Потом Лифт Пошли В лифт Конечно Сейчас мы Доедем До двери Кстати А там А там А то есть Кроме Как Спалиться В эту Комнату Никак Не попасть Я только Сейчас А вот Следующий Выход Да 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 Вот Сюда Мы точно Не сможем Попасть Потому что Там Решетка А там Где Белье То есть Все прачечная Мы тоже Не сможем Попасть Потому что Слишком Высоко Да То есть Это Единственный Проход Возможный То есть Это Не я Тупой Это Возможный Вариант Спрыгивай Так Хорошо Пошли Наверх Будем Искать Хоть Что Нибудь Что Можно Сделать Так Вот Эти Двери Почему То Вообще Не Активны Судря Они Даже Не Подсвечиваются Никак Сделать Мы Тут Тоже Ничего Не Можем Тупо Ути И Все Я Тут По-моему Не Вообще Ничего Пошли Жаль 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 Здесь Мы Тоже Пройти Не Можем Я Ненавижу Эти Вещи Здесь Написано Добро Пожаловать Коврик Лежит Так Что Надпись Можно Прочитать Когда Выходишь Интересно Это Сарказм Так Как-то Мы Можем Вскрыть Но Вряд Ли Пошли Я Знаешь Что Думаю На Третий Этаж Поговорим С тем Охранником Как У него Добыть Ключ Может Там Что-то Она Толкнет Нас На Эту Мы Пока Вообще Неизвестно Что Делать Мы Всем Все Дали Вот Опять Этот Скрип Напрягает Вот Это Да Он Нет Это Фытошное Это Я Помню Выходим По-моему Нам Вышли Так Пошли Туда К Нему Пошли Так Ну Говори Че Как тебя Отсюда Выгнать Я Не Хочу Мешать Но Говори Быстрее Так Я Не Новичок Вернемся К главному Ключу Что Ты Там Смотришь Так Что Вернемся К главному Ключу Что Еще Какой Двери Он Не Подходит На Втором Этаже Есть Одна Комната Доктор Постоянно Держит Ее Закрытой А Ключ От Нее Он Держит У Себя Бюро Но Один Раз В день Всегда В одно И то Же Время Он Открывает Дверь И Остается В комнате Один Мы Не Знаем Что Доктор Марсел Хранит В ней Или Что Он Там Делает Но Шизель Клянется Что Он Слышал Из Комнаты Звуки Схлипывания Или Хныканье Как раз Тогда Когда Доктор Был Внутри Ужасно Не правда Ли У меня Мурашки По коже Бегут Я вспомнил Доктор Марсел Нужно Зайти Кубки Взять Так что Ты там Смотришь Что Ты выпил Всю воду И нет Иди Вернемся К главному Ключу Что Еще Какой Дверь Ладно Это не то Он Мне все Равно Не нужен А ты Его И не Получишь Что Еще Ты что Выпил Всю воду Не напоминай Мне об этом Мне надо Бы в туалет Но я не могу Оставить свой пост Как будто У психов Может что-то Случиться Хорошо Что я Очень Выносливый Не зря Меня зовут Пузырь Он что-то Говорил Про Телевизор Так иди Я послежу Эй Это ответственное Задание Речь идет Не просто О том Чтобы сидеть И убивать Время Никогда Бо Не подумала Ого Всю Воду Пожалуйста Не напоминай Мне Так долго Сдерживаться Вредно Для здоровья Да ладно Я выдержу Не зря же Меня называют Пузырь Объем Твоего Пузыря Должен быть Огромен Да Еще ребенком Я упал В котел В котел Ты имеешь Ввиду Котел С волшебным Напитком Нет Просто Котел Кстати О воде В отпуск Я ездила На Тихий Океан Хватит Разговаривать О воде Иногда Я часами Стояла Возле Океана Хватит И море Шумело И волны Накатывались Вперед И назад Достаточно Но чуть-чуть Осталось Почему Не додавило А ты знаешь Что на Марсе Нашли следы воды Хватит Говорить О воде С воды Пещер Которые Вымывались Водой Хватит Там были Водопады Стремнины Которые Проносили Гектолитры Воды По канала Скоро Еще немного И я тебя Убью Обещает Дождь Хватит Разговаривать О воде Да Правда Правда Обещает Почти Потоп Хватит Пожалуйста Сначала Сначала будет Моросящий дождик А потом будет Лить Как из ведра Я тебя Прибью Я клянусь Я тебя Прибью Целый Водопад Выльется Прямо на нас Плюх Зачем Ты это Делаешь Плюх Почему она Не добивает Чуть-чуть Жеста Приду домой И полезу В ванну Хватит Разговаривать О воде Как приятно Когда теплая вода Омывает Нижнюю часть Тела Я не Слушаю Я Совсем Тебя Не Слушаю Жаль Что это Продолжается Только до тех пор Пока вода Не наберется Ла 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 В мою ванну Влезают Сотни литров Ла 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 Когда раз Вода Даже Перелилась Через край Я Пою О Темном Лесе Я потратила Несколько часов Чтобы убрать Всю воду Там Птички Поют Я даже считала Сколько раз Мне пришлось Выжимать тряпку Здесь Прекрасно Постоянно Это Буль И Плюх И дождик Капает Плюх Кап Буль Заткнись Наконец Ну она реально Че-то чуть-чуть Недожимает Во-первых Во-вторых Как он не видит Что я перемещаюсь По всему Зданию И в-третьих Как он не заметил Вот если тут есть Такая комната Видишь С подушками Значит это Внутри клеток Тоже есть Как он меня не увидел Как я улезаю Мой кузен служил В пожарной части Хватит Разговаривать О воде Ты не можешь Себе представить Какое давление В пожарных шлангах Представляю Представляю Это водяное давление Которое в них Собирается И сила Которая вдруг Вырывается На свободу Когда открывают Вентиль Ты хочешь Чтобы я Написал Себе в штаны Этого хочешь Я помню Как он кричал Пускайте воду Пускайте воду Оставь меня в покое Оставь же Наконец Меня в покое Ты смотрел Водный мир С Кевином Костнером Ну хватит Разговаривать О воде Можешь себе представить Вся планета Покрыта Нееет Водой И водой И еще раз Водой Насколько хватает Взгляда Жалься Жалься Вода Да блин Я сдаюсь Твой пузырь Слишком силен Еще что-то Ну ты-то что Издеваешься Что ты там смотришь Я слежу за дурачками Вообще-то Я с большим удовольствием Смотрю телек Но сейчас опять Что-то с антенной Чтобы им стало стыдно Этим антеннам Ну все не так страшно Психи вполне интересные Правда Со временем Сам становишься психом А если долго смотреть На мониторы То можно увидеть буквы Ну я тебя оставлю одного Ну так вперед Так с антеннами Надо что-то сделать Потом в кабинете У него тоже Надо что-то сделать Ох что этот скрип Вонючий Нет назад Не туда Видимо вверх Надо идти И потом вверх Что-то сделать Так где у нас тут кабинет был Доходим сюда Ну иди Вот тут А вот Как-то кубок надо забрать Кубок за произношение алфавита И еще один За создание голубей из глины Так отлично Как можно разбить крокетно-клюшкой Доктор Похоже Профессиональный игрок В поло Не-не-не Я говорю Че музыка такая напрягающая стала Похоже Профессиональный игрок В поло Я хотел просто Разбить стекло Че ты усложняешь Да Ну использовать Может так Доктор Похоже Профессиональный Я тебя понял Нет Не ручка А ручка 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 Где там Вот Это не поможет Кубки стоят За бронированным стеклом Значит Как-то Наверное Открыть надо Да Закрыто Меня это бесит Понял Где-то Надо искать ключ Ладно Поднимаемся Наверх Пошли К антенне Там тоже Попробуем Что-нибудь Сделать Где она Там Находится Вот Похоже На фигуристку Со сломанной Ногой Так Допустим Что нам Надо сделать Посмотри Харви Так Можно Улучшить Прием Звучит Правдоподобно Ты че Использовала Нет Почему Нет Посмотри Харви Так Радиоволны Можно Закручивать Как Спагетти Ага А блин Куда ты Пошла Опять Вот я про это И говорю Не отходи Посмотри Харви Так Правительство Находит Пиратские Станции Я мог бы И сам Догадаться Ладно Давай так Глянь-ка Харви Это Антенна Круто Теперь Мы сможем Связаться С кораблем Маткой Я понял Ну Че Сделать Да Да И че Сработало Нет Ну Хотя Что-то Она Сделала Правильно Давай Торвем Нахрен Зачем Чтобы Ухудшить Прием Ну Да Хотя Б Я не знаю Хоть Что-то Придумай Че Сделать Посмотри Харви Так Можно Подогреть Концепции Так Просто Кастрюлю Можно Же Надеть На Нее Когда Она Сидит У того Короля У Нем Что Ж Кастрюля На Голове Была Он Тоже Придурочный Это Тоже Можно Попробовать Но Уже В следующий раз А на этом Все Все Ссылки В описании Пишите В Кантере Посмотрите В Субтитры Все Скоро Увидимся